Субтитры создавал DimaTorzok Я хотел поделиться с вами своим опытом повторения святых имен весь день напролет, с утра до вечера, и какой результат мы испытываем от такого повторения. Я проверил это на собственном опыте во время месяца картики, когда мы начинаем повторять ум по-прежнему полон сил, по-прежнему очень силен. И когда мы завершаем 16 кругов, ум говорит нам, ну вот, это твоя ежедневная квота, ты обычно каждый день повторяешь 16 кругов, я так или иначе согласился идти у тебя на поводу, и на этом достаточно, больше повторять не нужно. Но мы говорим нет, в конце концов, месяц картики на дворе, поэтому мы решили повторять дополнительное число кругов. И затем мы переходим к следующему циклу 16 кругов, дополнительному циклу 16 кругов. И к концу этого второго цикла мы начинаем чувствовать какие-то изменения в нашем уме. Ум приходит в возбуждение, он выходит из равновесия. И когда мы выводим что-то из равновесия, то из этого начинают появляться какие-то необычные вещи, которых мы раньше не видели. Или мы начинаем видеть, мы сталкиваемся с нашими собственными привязанностями, чувствуем, что сталкиваемся с привязанностями с прошлой жизнью. Иногда мы сталкиваемся с привязанностями, с которыми мы знакомы по нашей нынешней жизни. И очень хорошо их знаем. Но мы продолжаем повторять. Снова и снова круги следуют один за другим. И через какое-то время происходит что-то очень интересное. И вот ум уже окончательно выведен из равновесия. И очень медленно, я должен сказать, очень медленно, постепенно он начинает пропитываться, наполняться другой энергией. И внезапно мы начинаем видеть какие-то аспекты сознания Кришны, которые мы раньше читали в книгах и знакомы были только по книгам с ними. Мы начинаем вспоминать какой-то опыт сознания Кришны в нашей собственной жизни. Вспоминаем образы Господа, изображения Его. То есть, пучины, ума вдруг начинают появляться какие-то аспекты, какие-то предметы, как будто экспонаты из архива. Очень приятный опыт. Мы начинаем видеть аспекты сознания Кришны в нашем собственном уме. Он становится как будто библиотекарем, который по нашему заказу проносит те книги, которые мы хотим прочесть. И через какое-то дополнительное время происходит удивительный результат. Мы вдруг начинаем чувствовать глубокое молитвенное настроение. Мы начинаем желать, чтобы Рада и Кришна приняли нас. Мы продолжаем повторять. И если мы продолжаем повторять, то, может быть, я должен подчеркнуть, что, может быть, очень важно сказать здесь, потому что произойдет это с нами или нет, зависит ли кому от Господа. Вдруг мы можем почувствовать себя. В непосредственной близости Ашиши Рады Кришны. Мы чувствуем, что они присутствуют здесь. Мы начинаем чувствовать себя в их присутствии незначительной крошечной пылинкой, но очень счастливой пылинкой, которая находится в непосредственной близости Ашиши Рады Кришны. Я хотел бы привести аналогию, которая может помочь вам понять, что я имею в виду. В начале, когда мы пытаемся поместить Святое имя Господа в наш шум во время повторения, но он по-прежнему упрямится, он не желает принимать Святое имя. Это похоже, как если бы мы поливали какую-то несмачиваемую ткань нектарной водой Святого имени, но эта вода скатывается в капли и просто скатывается с этой ткани. Смотрите, как здесь, например, эта вода не проникает в ткань, она не смачивается водой. Вода остается просто каплем, и стоит изменить немного поверхность ткани, как она немедленно скатывается на ум. Таким образом, ум не желает пропитываться Святым именем. Святое имя не проникает внутрь, но оно не попадает вглубь нас. Святое имя отказывается служить Святое имя. Ум остается при своем. Самое лучшее, на что способен ум в таком состоянии, он говорит, ну ладно, давай, мы быстрее закончим повторение. Он прямо не принимает Святое имя. И самое лучшее, на что способен ум, это просто терпеть Святое имя до конца наших кругов. Однако через какое-то время Святое имя начинает потихоньку, постепенно проникать внутрь, продолжив эту аналогию, можно сказать, что ум постепенно промокает от Святое имени. Святое имя по-прежнему остается преимущественно в каплях, по-прежнему скатывается с поверхности ума, как с поверхности ткани. Но за этими каплями Святое имя уже тянутся мокрые дорожки, как вы здесь видите, те мокрые следы от воды. И ум постепенно намокает, проникитывается присутствием Кришны. И по прошествии еще большого времени наступает та стадия, которую я описал последней. И ум вдруг начинает промокать полностью без остатка до нитки Святое имени в госпитале, как будто бы ум погружался в этот океан, в гектарный океан Святое имени, и полностью тонул в нем. Если мы бросим кусок ткани, например, в какой-нибудь водоем, допустим, в озеро Радакунде, то промокнув, погрузившись вглубь воды, в Радакунде, этот кусок ткани приобретает то же самое качество, что и вода в нем. Этот кусок ткани становится тем же самым подсветом. Мои дорогие преданные, но эта аналогия на самом деле описывает только одну сторону нашего опыта при повторении святых имен. Это одна бокая аналогия. Потому что для ткани быть мокрой неестественно. Это очень редкое состояние для ткани, чтобы ее использовали мокрой. наша одежда, например, мы редко очень мокрая одежда, но наш ум, в отличие от ткани, оставаясь сухим, не думая о Кришне, он пребывает в самом неестественном, в самом неприятном, в самом хрупком, в самом болезненном, в самом ложном состоянии, истинным предназначением духовного ума является постоянная воплощенность, полная, безраздельная воплощенность образом Господа, Его качествами, Его играми. И все эти три аспекта Личности Бога, Его образ, Его качества, Его игры, проявляются из Святого Иоанна Господа. Именно из этого самого имени, которое милостиво сошло вниз в наш мир. И погружаясь в воспевание Святых Иоанна, мы почувствуем, как все три аспекта Личности Бога постепенно, но обязательно, будут проявляться в нашем сознании. И мы вдруг почувствуем себя в присутствии Господа, как крошечная частица, крошечная пылинка, находящаяся очень близко от Него. Вечная пылинка. Я желаю Вам всяческих успехов в Ваших попытках повторять это имя на Господа. И я также приглашаю Вас проделать тот же самый опыт, эксперимент, проверить на собственном опыте подлинность моего опыта. Просто оставьте достаточно времени для того, чтобы отправиться в это самое удивительное приключение. Удивительное приключение встречи с Кришной в Его Святом Имени. Харе Кришна! Аре Кришна! Аре Кришна! 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 Аре Кришна! Продолжение следует...